Музыка На территории станицы Северской загорелись несколько зданий бывших складов хлебзавода в районе железнодорожной станции. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 10 июля в 17.48. Первые бригады спасателей прибыли на место через 17 минут. К этому моменту огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров и продолжал распространяться. Огонь локализовали в 8 вечера. Полностью же пожар потушили в 00.22. Произошло возгорание бывших складов маслозавода и хлебоприемника. При возгорании пострадавших нет. Задействовано 10 машин районных пожарных частей, районный муниципальный аварийно-спасательный отряд. С Краснодара приехал специализированный тепловоз, который принимает участие в тушении пожара. По официальным данным, погибших и пострадавших в огне нет. В ликвидации возгорания задействовались 72 человека. После ликвидации пожарные проливали здания и вели разбор конструкции. Руководил работами по ликвидации пожара начальник пожарно-спасательной части Северского района Сергей Исаков. Причины же возгорания определяют сотрудники пожарной лаборатории. Они работают на месте чрезвычайного происшествия. 9 июля на федеральной трассе Краснодарный в Российск в районе клуба загородного отдыха Станица Северская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель скутера 87-го года рождения превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в отбойник. От сильного удара пострадавшего отбросило в сторону и пронесло по дороге. В крайне тяжелом состоянии его доставили в районную больницу, где он скончался. Этот участок автодороги унес уже не одну жизнь. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей быть предельно ответственными и внимательными на дороге. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Лето – это не только время отпусков и отдыха, но и самая горячая пора ремонта. Пока подрастающее поколение отдыхает и набирается сил перед новым учебным годом, задача взрослых – привести в порядок школы, детские сады и больницы. Станица Северская глава района посетил сразу несколько объектов, где ведутся восстановительные работы. Его сопровождали заместители и начальники управления и ведомств. Первым объектом стало детская поликлиника и детское отделение Центральной районной больницы. За счет средств ЦРБ проведен косметический ремонт всех кабинетов приема маленьких пациентов. Обновлен коридор и улучшено освещение. В детском отделении уже заменены четыре оконных блока на металлопластиковые. Внутренняя отделка помещения велась согласно всем необходимым нормам. Преобразились коридоры, палаты для детей, заменено напольное покрытие. Осматривая территорию районной больницы, глава отметила необходимость проведения ямочного ремонта дороги. Сейчас полным ходом идет восстановление крыльца взрослой поликлиники. Здесь рабочие заново заливают ступеньки и укладывают новую плитку. В здании взрослой поликлиники также проведен текущий ремонт. В процедурный кабинет приобретена новая мебель. Изменения ожидают и зону регистратуры. Уровень окон первичного приема обратившихся решили опустить ниже и поставить стулья для удобства и комфортного нахождения в регистратуре. Северская центральная районная больница оснащена современным лечебным и диагностическим медицинским оборудованием. В учреждении постоянно внедряются достижения современной науки и техники. На базе учреждения созданы выездные бригады врачей-специалистов для оказания различных видов медицинской, организационной, методической и консультативной помощи. Активно готовится к началу учебного года школа номер 59. Особое внимание глава района уделил контролю за ходом работ по капитальному ремонту спортивного зала. Подрядная организация сейчас отбивает старую штукатурку, после чего будут штукатурить, шпатлевать и красить заново. А также поднимут уровень полов, заново их зальют и уложат в специальный спортивный ламинат. У обновленного спортзала появятся две новые раздевалки для школьников и одна тренерская с новыми металлопластиковыми дверями. Снаружи фасад спортзала также благоустроят. Проведут работы, подделки металлосайдингом с утеплителем, а кровлю покроют профнастилом. Средства на проведение капитального ремонта спортзала выделены по программе софинансирования как из краевого, так и из районного бюджета. Сметная стоимость – более 6 миллионов рублей. Стоит отметить, что учебные кабинеты в школе практически готовы. Потолок, стены и полы покрашены, приведена в порядок мебель и обновлены стенды. На данный текущий ремонт средства выделили из районного бюджета. Все, что мы делаем, мы должны преподносить. А то мы молчим, а когда какая-то неурядица, сразу об этом весь район говорит. Проблемы везде есть. Люди должны с пониманием к этому относиться. Но каждая копейка районного бюджета направляется на больницу, на садик, на школу. Первое. В ближайшее время глава планирует посетить социально значимые учреждения в Ильском и Афипском поселениях. Кредиты на жилье у населения страны все чаще ассоциируются со словом кабала. Однако большинство жителей России не жалеет, что взяли ипотечный кредит. Чтобы справляться с выплатами по ипотеке, более 60% россиян экономят на поездках и развлечениях. 49% ипотечных заемщиков отказались от покупки автомобилей бытовой техники, а также экономят на одежде и обуви. Также большинство граждан при покупке квартиры в ипотеку или строительстве дома забывают получать компенсацию или попросту не знают об этой возможности. По закону часть расходов можно компенсировать из уже уплаченного в бюджет подоходного налога, то есть НДФЛ, в размере 13% от зарплаты. Эта компенсация называется имущественным налоговым вычетом. Имущественный вычет согласно законодательству Российской Федерации при покупке объекта жилой недвижимости, земельных участков или строительстве предполагает возврат себе часть денег в размере уплаченного вами подоходного налога. Этот налоговый вычет прописан в Налоговом кодексе Российской Федерации в статье 220 и направлен на то, чтобы предоставить гражданам возможность приобрести или улучшить свое жилье. То есть, если вы официально работаете, платите подоходный налог и приобрели квартиру или дом даже в ипотеку, можете вернуть себе уплаченный подоходный налог в размере до 13% от стоимости квартиры или дома. Кроме этого, вы можете также вернуть 13% от ипотечных процентов и некоторых других расходов. Имущественный налоговый вычет можно оформить максимально под доходом прошедших трех лет, а для пенсионеров – под доходом прошедших четырех лет. При этом недвижимость может быть куплена и более трех лет назад. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»